Ежегодно, начиная с 26 мая 2007 года, в нашей стране празднуется Государственный День Российского Предпринимательства. Наличие профессионального праздника говорит о признании профессии государством и обществом. Малый и средний бизнес – это неотъемлемая часть социально-экономической жизни Верхнеуральского района. Работая сегодня на благо жителей, они создают завтрашний день экономики, продолжая лучшие традиции российского предпринимательства. Успешное ведение бизнеса – это не только предпринимательский талант, но и инициативность, старание, усердие. Занимаясь по-настоящему нужной и ответственной работой, наши предприниматели постоянно расширяют ассортимент товаров и услуг, решают проблемы занятости населения. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития предпринимательства является одним из приоритетов в работе органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Праздник в нашем районе из-за погодных условий организаторам пришлось перенести с мая на июнь. Так, 23 июня на двух площадках Верхнеуральски развернулась праздничная программа. Глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов поблагодарил всех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Взяли на себя ответственность не только за судьбу своей семьи, но и за тех людей, которыми они вместе работают, которым они дают возможность зарабатывать средства для жизни и которые окружают всех нас. Сегодня это и сфера услуг, сегодня это и очень много других направлений, которыми занимаются предприниматели. Я желаю всем огромных успехов и удачи. Почетными грамотами и благодарностью были отмечены многие представители бизнеса. Верхнеуральское отделение опоры России и Совет предпринимателей муниципалитета на протяжении многих лет ведут активную работу в общественной жизни города и района. Председатели этих структур Андрей Вертников и Павел Вдовин обратились к участникам праздника. Все выступающие желали предпринимателям успехов во всех начинаниях, стабильного развития и уверенности в реализации интересных проектов и планов. В парке культуры и отдыха развернулись торговые ряды и детские развлекательные площадки. Там же можно было отведать каши из полевой кухни комплексного центра. Концертные номера подарили собравшимся артисты Дома культуры и коллектив Забавы из деревни Ложкино. Традиционно гостем праздника стала магнитогорская фолк-модерн-группа Иванда Мария. Традиционно гостем праздника 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 Традиционно гостем праздника